Вот состав сока ксанга. 90% сока это мякоть и кожура, семечка и околоплодник. То есть плод полностью перерабатывается. Но так как ксантоны горькие и невозможно было бы употреблять этот сок, то есть кожура сама по себе горькая, то ученые сделали вот такой конгломерат, который добавили концентрат апельсинового сока, сок и мякоть груши, концентрат виноградного сока, малинового сока, клубничного сока, клюквенного сока, вишневого сока и черничный сок. То есть самые ценные растения, которые дополнили вещества, которые находятся в самом мангостине, а все вот эти вот перечисленные фрукты и ягоды, они являются очень важными компонентами, потому что они относятся к группе лекарственных растений. Малина, она издревле используется не только сами ягоды, но и листочки, веточки, как противовоспалительные, как содержащие огромное количество витамина С и других питательных веществ, как жаропонижающие. То есть это великолепное растение, которое дополняет качество мангостина. Виноград, причем красный виноград, он использовался издревле, например во Франции, многие женщины никогда не страдали варикозным расширением вен. Обратили внимание, почему? Оказывается, вино давили ногами, и варикозного расширения не было, потому что как раз в виноградных косточках, если взять экстракт в виноградных косточках, находится всего лишь 5 хсантонов. И вот представьте себе, в виноградном соке эти хсантоны тоже присутствуют, они дополняют своими веществами, там есть много проантоцианидинов, которые тоже способствуют укреплению, они тоже являются антиоксидантной группой и дополняют целебные свойства нашего сока. Дальше, груша сама по себе, очень великолепно работает на желудочно-кишечный тракт, на печень, на поджелудочное железо. Апельсины, вы сами знаете, это тоже своего образа и клетчатка, и необходимое содержание витаминов, эфирных масел и так далее. Черника очень хорошо работает на микроциркуляцию сосудов головного мозга для зрения. Вишня, она содержит тоже очень много питательных веществ, таких как медь, хромный и другие вещества, которые необходимы. Клубника, сама по себе, она содержит огромное количество полисахаридов и содержит еще огромное количество кальция, который в легкой форме очень быстро усваивается нашим организмом, регулирует сердечную деятельность, успокоительное действие на центральную нервную систему. Ну и клюква, клюква это вообще кладезь витаминов, это мощное противовоспалительное средство, это лечение заболеваний почек, желчекаменной, мочекаменной болезни, содержит уникальную формулу витамина С. Ну и еще одно вещество, природный бензоат натрия, который является консервантом. И вот как раз благодаря тому, что здесь и содержится бензоат натрия, наш сок не содержит химического бензоата натрия, который применяется в промышленности, начиная с сохранения молока, сыров и так далее, то здесь нету синтетических, в нашем соке никаких синтетических веществ нету, которые бы могли сохранять наш сок. Продолжение следует...